на плакате у вас написано требуем справедливости от кого вы ее требуете от власти имущих от гражданина начальника от судей от прокурора до того же следовать он же тоже на на человек он понимает а если доказать доказать честно положа руку на сердце и скажи что ты виноват ну а так требовать справедливости вот сейчас решается вопрос где будут идти после апелляции по уголовному делу по экономическому да и вот по экономике решается тоже где будет идти по экономике по территориальному принадлежности или в москве они все-таки побоятся сюда вести или все-таки должно быть хабаровской это вести в основном все сидельцы это все хабаровчане а так вот вот все таки резиновый тянется тянется отлаживается отлаживается тут это в носу поковырял тут это муху отогнал отклоняется переносится и вот такая вот ерунда а вообще вот стою я вот здесь на этом вокзале тут очень много народу ходит и вот тут сейчас я стою из-за угла он там выруливает новый автобус такой типа газели обклеена лдпр вот смотришь на этот автобус и вот думаю а что же вы сделали лдпр такой автобус у вас ума хватило купить а у вас ума хватило каким-то образом поддержать сергей иванович или хоть что-то вы сделали может я ошибаюсь как вы объясните туда народу хабаровске мы лдпр до мы до сергей ивановича он не убийца чего так не скажете жириновского сейчас нету царство его это там слуцкий такой же балабол а чем поможете чем вы помогли купить этот автобус лдпр подзорник и потом вот подходила ко мне одна женщина я вот хочу сказать что но это не все такие наверно да на базаре стоишь за фургала я стою а ты его знаешь а ты с ним был да нет не знаю я с ним не был а что стоишь тебя я буду я даже дождать я даже растерялся про дачу и стою ты типа ты чё дурак а вы там были а мне это надо и зачем это я буду там и этот ну вместе сергей ивановичами имеется ввиду там в комсомольске или где там заниматься этими делами и повернулся пошла я к тому что вот пожалуйста вот человек не видает не знает но ничего буквально просто вот есть такое емкое слово в русском языке скажите как со здоровьем у сергея фургала как я увидал по интернету он бодренький такой ну заведенный настроенную на войну на битву за свою правду свою справедливость потом дважды сюда ко мне подъезжал антон сын его как там сергей иванович он говорит нормально все уже здорово все нормально борется ну я буду передайте привет ему он не хорошо обязательно передам вот как-то так все таки ваша поддержка помогает ну конечно все равно не вообще это доходит что мы стоим что мы поддерживаем